Новости на телеканале Хабар 24. В студии работает Сергей Гиргель. Здравствуйте. 1172 казахстанцы скончались от пневмонии с начала года. По сравнению с прошлым годом рост составил 50%. Об этом на брифинге СЦК сообщил министр здравоохранения, отметив, что аналогичная тенденция сейчас по всему миру. Отметил главный врач страны и на вопрос о достоверности данных числа зараженных в республике. Наверняка их больше, сказал Цой. Но сегодняшние цифры это пациенты, у которых официально подтвердили коронавирус. Причем перед ведомством не стоит задачи протестировать всех стопроцентно. Основной акцент сделают на симптомных заболевших, чтобы оказать им своевременную помощь и не довести до тяжелых форм. Бессимптомным и легко болеющим сдавать тест нет смысла, отметил министр. Количество пациентов выросло в разы. Соответственно, койчный фонд у нас вырос. Мы перепрофилировали данные койки. И сейчас ищем те подходы, которые мы смогли держать, именно оптимально использовать эти койки с точки зрения сложности заболевания. То есть даже сейчас мы, пациенты, которые получили стойкое улучшение на уровне стационара, мы их выписываем на долечивание домой. То есть тем самым освобождая койки для более сложных пациентов, которые нуждаются действительно в стационарном лечении. В Минздраве добавили, что при пневмонии пациентам по рецепту врача бесплатно выдают антибиотики и жаропонижающие препараты. Руководство ведомства также призвало сотрудников частных клиник мобилизоваться и помочь. В инфекционных и провизорных стационарах страны на сегодня не хватает около полутора тысяч медиков. За сутки в Казахстане COVID-19 выявили почти у двух тысяч человек. Свыше 1200 – это бессимптомные носители вируса. Больше всего случаев в Атараусской области – 658, в Алматы – 177 и в Нурсултане – 120. Таким образом, всего в республике около 53 тысяч зараженных. Выздоровевших свыше 35 тысяч. Скончались 264 человека. Как минимум на месяц хватит запасов медикаментов на востоке республики. Об этом заявил Акимобласть и Даниил Ахметов. Врачи и пациенты, по его словам, обеспечены всем необходимым только жаропонижающих средств в лечебных учреждениях почти в 155 тысяч единиц. Но есть ли препараты в розничной продаже и как в целом складывается эпид-ситуация в регионе? Ответ в материале Анна Ильи Синбердиной. В Восточном Казахстане сегодня больше 2400 больных коронавирусом. Меньше половины бессимптомно и количество заболевших резко увеличилось сразу после послабления карантина. Меньше чем за месяц показатели в регионе выросли в 17 раз. Поэтому теперь снова введены ограничения. Закрыты два города – Усть-Каменогорск, Семей, а теперь и районы – Жарма, Бескарагай, Аягус. В стационарах получают лечение 1191 человек. Запасов лекарств на ближайший месяц. Лечебные учреждения в области имеют запас препаратов практически на один месяц. Например, у нас 155 тысяч жаропонижающих, средств 35 тысяч противовирусных, 314 тысяч антибиотиков. Вот это запас на один месяц. Из почти 2000 провизорных и 1770 инфекционных коек занято пока только 30%. Под провизоры перевели сразу несколько стационаров, в том числе и один роддом в Усть-Каменогорске. Будущих мам теперь принимает Центр матери и ребенка в микрорайоне комбината шелковых тканей. На базе Центра матери и ребенка в Восточно-Хазахстанской области имеется акушерский гинекологический блок на 200 коек. В среднем у нас происходит 25-30 родов в сутки. Всем необходимым оборудованием Центр матери и ребенка обеспечен. Весь перечень необходимых медикаментов, согласно протоколов, у нас имеется. В областном окемате уверяют, нет проблем и с розничной продажей лекарств. В 870 аптеках региона около 80 тысяч жаропонижающих, 2500 противовирусных и 15 тысяч упаковок антибиотиков. И лекарства продолжают поступать. Чтобы не было спекуляций с ценами, постоянно проводят рейды, намерены на востоке страны и заново начать пошивку многоразовых масок и за месяц обеспечить ими почти полмиллиона человек. Анна Лисенбертна, Жигир Бабаханов, Восточно-Хазахстанская область, Хабар, 24. 23 жителя столицы задержаны за незаконную торговлю лекарствами. Общая стоимость изъятого товара превысила 9 миллионов тенге. Так, один из жителей пытался сбыть крупную партию масок и перчаток, другой продавал антисептики. По каждому выявленному факту будет дана правовая оценка, сообщили в пресс-службе Департамента полиции. МСК Фармацея официально опровергли информацию о продаже в отечественных аптеках гуманитарной помощи из Катера. Пост об этом накануне опубликовал один из пользователей Фейсбука. МСК Фармацея заявили, что медицинские изделия из Ближневосточной страны до сих пор находятся на складах и готовы к отгрузке в регионы. Задержку представители единого дистрибьютора объяснили отсутствием разрешения на ввоз медизделий. Сейчас все необходимые документы уже получены. В ближайшее время в больнице поставят около полумиллиона различных видов масок, защитные и хирургические костюмы, а также специальные очки. Информацию подтвердили и в Минздраве. Лекарственных средств не было. Процедура ввоза заняла определенное время, так как данная продукция прибыла без подтверждающих документов соответствия качества. То есть нам пришлось запрашивать у страны-производителя подтверждение качества этой продукции. И сейчас уже подготовлена разнарядка. В ближайшее время единый дистрибьютор развезет по медицинским организациям. То есть пока еще весь товар, который пришел из Катара, никуда не уходил. Он находится на складах единого дистрибьютора. Почти 115 миллиардов тенге потратили в Минздраве на борьбу с коронавирусом. Из них 40 миллиардов выделило правительство. Больше половины этой суммы ушло на закуп средств индивидуальной защиты для врачей, которые находятся на передовой. На остальные деньги закуплены лекарства, лабораторное оборудование, тест-системы и аппараты ИВЛ. Что касается 75 миллиардов тенге из республиканского бюджета, то большая их часть выделена на дополнительные выплаты медработникам. Также на эти деньги построили инфекционные больницы в Нур-Султане, Шемкенте и Алматы. Но вот ни в коем случае не дышать над так называемой горячей баней с содой советуют казахстанцам. Особенно тем, кто страдает гипертермией, гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, либо нарушениями функции почек. По словам представителей Минздрава, ингаляционная паровая терапия может усугубить состояние больных COVID-19 или пневмонии, а также вызвать аллергию. И это в лучшем случае. В худшем можно получить ожог слизистой. Врачи напоминают, что научно этот метод не доказан. Скончался известный казахстанский композитор Кенес Дуйсикеев. Выдающийся культурный деятель родился в Казлардинской области. Музыку он начал увлекаться еще в школе. После окончания учебного заведения поступил в Алматинскую консерваторию имени Курмангазы. В разные годы работал музыкальным руководителем ансамбля «Гульдер» и объединения «Казахконцерт». За свою творческую жизнь написал больше 200 песен. Многие из них имели колоссальный успех. В Узбекистане усиливают карантинные меры. С завтрашнего дня ограничат движение транспорта в городах и между регионами. Запрещена организация любых публичных и развлекательных мероприятий. Под строгим запретом свадьбы и другие семейные церемонии. Кроме того, приостанавливают работу детские сады, вещевые рынки, магазины, спортзалы и фитнес-клубы. Рестораны и кафе также временно прекратят принимать посетителей. Все эти меры связаны с ростом заболеваемости коронавируса. Ежедневно в соседней республике регистрируют до 400 новых случаев. В больницах и карантинных центрах не хватает мест. С начала пандемии скончались уже 45 жителей Узбекистана. Если в день будет выявляться по 1-1,5 тысячи случаев коронавируса, система здравоохранения Узбекистана ждет полный коллапс. Чтобы этого избежать, вводятся ограничения на 20 дней. Это нужно, чтобы прервать цепочку распространения COVID-19. Если мы не примем жесткие меры, последствия могут быть трагическими. В Кыргызстане растет число зараженных коронавирусом. По последним данным, инфицировано почти 9 тысяч человек. Скончались больше 100. Система здравоохранения страны перегружена. Не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких, тестов на COVID и медперсонала. Больницы переполнены, поэтому некоторые общественные учреждения, такие как стадионы и школы, переоборудовали для лечения коронавирусных пациентов. В тяжелый период уязвимым слоям населения как никогда требуется помощь. На выручку приходят волонтеры. Один из добровольцев даже решил продать собственные автомобили. Вырученные деньги он отправит на помощь больным в своем родном городе. Мы продадим машину, и на вырученные деньги у нас есть такой уже предварительный план, что мы хотим сделать. Мы сейчас мониторим то, что происходит в Караколе. Мы связываемся с активистами, с врачами и спрашиваем, чего у них не хватает. И почти всегда они говорят, что у них не хватает кислородные концентраторы, не хватает одежды, масок. И часто еще жалуются на то, что не хватает обсервационных мест для врачей. Пострадавшая в условиях пандемии United Airlines отправит в бессрочные отпуска 36 тысяч своих сотрудников. Это почти половина персонала в США. Сразу после этого объявления стоимость акции одной из крупнейших в мире авиакомпаний упала почти на 3,5%. Отмечу, согласно условиям оказания помощи от государства, авиаперевозчикам нельзя сокращать работников до 1 октября. Поэтому United Airlines начнет процесс отправки в бессрочные отпуска с этой даты. При этом, как заявили представители компании, не все смогут рассчитывать на полноценное выходное пособие. В Германии сотрудники Airbus, одной из крупнейших авиастроительных компаний в мире, вышли на демонстрацию. Акции прошли в Гамбурге, Бремене и Аугсбурге. Трех городах, где концерн имеет заводы. А все из-за грядущих увольнений. Компания Airbus собирается сократить 15 тысяч сотрудников по всему миру. Причем, треть из них останется без работы именно в Германии. Люди обеспокоены ситуацией и поэтому выразили свое недовольство. К примеру, в Гамбурге активисты выставили перед заводом 2000 пустых стульев. На них наклеили семейные фотографии, а также детские рисунки. Таким образом, сотрудники хотят показать, что с компанией связана вся их жизнь. А если их уволят, то она может быть разрушена. В Airbus подчеркивают, пойти на такие меры их вынуждают последствия пандемии коронавируса. Только в первом полугодии производство самолетов сократилось на 40%. Между тем, профсоюз предлагает концерну сохранить для сотрудников короткий рабочий день до 2021 года. И таким способом избежать увольнений. Airbus хочет уволить 6000 сотрудников. Это просто катастрофа не только для региона, но и для самого предприятия и сотрудников. Эти стулья символизируют то, сколько людей могут потерять свои рабочие места. Ведь из-за коронавируса мы не сможем собрать тут такое количество людей. Поэтому здесь только стулья. Но это четкий сигнал для компании. Если они и дальше будут идти по этому пути, то в следующий раз все эти люди придут к ним на порог. С сегодняшнего дня каталонцы обязаны носить маски. Как на улице, так и в помещениях, даже при соблюдении социальной дистанции. На такие меры местные власти пошли из-за новой вспышки COVID-19. Они надеются, что новые ограничения помогут снизить распространение пандемии. Несколько дней назад для 200 тысяч жителей одного из районов Каталонии уже вернули карантин. Отмечу, Испания – одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. С начала вспышки опасную инфекцию подхватили больше 250 тысяч жителей. Не справились с болезнью 28 тысяч. Ношение масок обязательно не только в районах, где мы повторно ввели карантин, но и по всей Каталонии. Думаю, что это очень важная мера, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. Сейчас мы приберемся на рекламу, после чего продолжим. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ребенок растет здоровым и счастливым. В работе им надевают жесткие ошейники, бьют и держат в одиночестве. А если приматы пытаются сопротивляться, им удаляют клыки. В свою очередь, власти Бангкока отрицают применение насилия над животными и говорят, что обезьян для сбора орехов они действительно применяют, но плоды животные собирают лишь для внутреннего рынка. А урожаи, предназначенные на экспорт, фермеры убирают при помощи специальных машин. Мы надеемся, что они искоренят использование обезьян для сбора кокосов и будут применять машины, как это делают в других странах. Пока этого не произойдет, мы призываем потребителей не покупать кокосовые товары из Таиланда. Оставляйте их на полках и берите товары из других стран. По словам защитников животных, многие торговые компании в Британии, США, Нидерландах и других стран уже отказались от товаров из Таиланда, произведенных с участием обезьян. А в североказахстанской области артистам российского цирка Шапито практически не на что кормить животных. Их гастрольный тур по нашей стране из-за пандемии так и не начался, а финансы уже на исходе. На кличе помощи отозвались неравнодушные горожане. Все подробности Нургуль Ахметовой. Все, Галюночка, на морковочку будешь? Кушай давай. Давай, кушай. Медведица Гали 12 лет в цирковой семье. Она с малого возраста. Любит рыбу, арбузы и булочки со сгущенкой. Артистка, говорят, талантливая. Только показать ее способности пока негде и некому. Она выступает в манеже в платье цыганки. Она приседает, делает вальс. Вальсирует на задних ногах все. Потом есть тумба. Она эту тумбу толкает. Потом встает на четырех лапах на эту тумбу. Именно отсюда из пригородного поселка Бесколь должны были начаться гастроли российского цирка по Казахстану. Все планы испортила пандемия и карантин. Зрелищное шоу оказалось под запретом. Это она выпружает перед камерой. Это они тоже же личности. Да? Ага. Тоже поиграть надо. Львица Ляля, медведица, два попугая и пес по кличке Кекс. Чтобы прокормить все это хозяйство, нужны немалые деньги. А их уже нет. Сетуют артисты, которые тоже живут здесь и ждут своего звездного часа. Но когда он наступит и когда снимут запреты, неизвестно. Одна львица, она вот ест 10 килограмм говядины ежедневно. То есть работаешь, не работаешь, а она в любом случае кушать хочет. Ей же не объясни, что сейчас карантин, мы не работаем. Допустим, нужно кушать что-то подешевле. Когда закончились просто финансы такие, в ход пошло золото уже. То есть начали сдавать золото в ломбард. Иван стал подрабатывать таксистам, чтобы хоть как-то оплачивать арендуемую площадку, электроэнергию и покупать корм для питомцев. Справляться самостоятельно стало уже тяжело, и артисты обратились за помощью ко всем неравнодушным. Откликнулись десятки местных жителей. Мы сразу же собрались, что все мясо, которое было у нас в холодильнике, поехали на рынок, купили рыбу и вот прилетели сюда. Возвращаться в Россию дело затратное, да и смысла пока нет. Там тоже карантин, говорят артисты. Они надеются, что в этом году все-таки смогут открыть сезон и начать свой гастрольный тур по Казахстану. Нургуль Ахметова, Толли Генеманов, Североказахстанская область, Хабар, 24. И у меня на этом все. Далее наш эфир продолжает брифинг службы центральных коммуникаций. Алибек передаю эфир вам. Спасибо, Сергей. Мы начинаем прямую трансляцию онлайн-пресс-конференции со службы центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан. Добрый день. 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 Продолжение следует... 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 Данных саранчевых на площади 554 тысячи гектар, нестадных 266 тысячи гектар. По данному направлению предусмотрено 1,5 миллиарда тенге. Услуги по химической обработке против саранчевых вредителей проводятся в оптимальные сроки с высокой биологической эффективностью. По состоянию на 8 июля текущего года обследование также по болезням зерновых культур 1,3 миллиона гектар, зараженные 149 тысяч гектаров полностью обработаны. Работа продолжается, сельхозтоваропроизводители полностью обеспечены препаратами в достаточном количестве и ассортименте. Также хочу отметить, что в Казахстане зарегистрировано и разрешено к использованию 3 160 препаратов, в том числе 611 гербициды. По состоянию посевов в сельскохозяйственную культуру, по оперативным данным Акиматов, состояние посева в зерновых культур оценивается как хорошее на 48% площадей, 49% удовлетворительные и 3% неудовлетворительные. При этом общее состояние посевов в дальнейшем будет зависеть от природно-климатических условий, а также в своевременной их обработке. Основная часть посева в зерновых находится в фазе кущения сейчас, 31%, выхода в трубку 55% и калашения 12%. Если говорить о уборке урожая 2020 года, то южные регионы уже приступили к сбору нового урожая. Уборка ведется в зимых зерновых жамбульских и туркестанских областях, где выбрано 93 тысячи гектаров пшеницы и 25 тысячи гектаров ячменя при средней урожайности 17 сантиметров с гектара. Также ведется уборка картофеля, овощей и бахчевых культур. При этом в основных зерносейших областях наблюдается переход посева яровой пшеницы в фазу выхода в трубку. Сбор урожая зерновых в данных областях начнется с середины августа. Также в целях уборки нового урожая в свое время и без потерь имеется достаточный парк сельхозтехники. Подготовка техники осуществляется согласно плану к началу массового проведения работ. Готовность техники составит 100%. Для сохранения нового урожая уже начата работа по подготовке элеваторов и зернохранилищ. В настоящее время в республике действует 189 лицензированных хлебоприемных предприятий с общей емкостью 12,4 миллионов тонн. Кроме того, у сельхозтоваропроизводителя имеется 14,7 миллионов тонн зерна. Всего емкостей 27 миллионов тонн. То есть указанный объем достаточно для хранения всего собранного урожая. Местные исполнительные органы с участием территориальных государственных инспекторов инспекции ежегодно проводят обследование элеваторов на соответствии к квалификационным требованиям готовности к приемке зерна нового урожая. На данный момент все лицензированные хлебоприемные предприятия начали подготовку материально-технической базы к приемке нового урожая. У меня все. Если есть вопросы, готов ответить. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 . 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 правительством была принята программа по стимулированию банковского кредитования путем гарантирования кредитов в банковской сфере. Гарантии позволят кредитам, фермерам получать кредиты в банках под гарантию фонда финансовой поддержки. Это наша тоже дочерняя компания. Гарантии будут обеспечить до 85% от суммы кредита. В основном данное направление будет направлено на приоритетные направления агропромышленного комплекса, мясное животноводство, молочное животноводство, садоводство, теплицы. В целом холдинг и дочерние компании продолжают активную работу по финансированию наших фермеров в данной ситуации. Спасибо. Спасибо за доклад. Несколько вопросов от представителей средств массовой информации поступают к нам в данный момент. В частности, БАК Медиа Киезет Санбат Турегенова задает такой вопрос. Многие фермеры поднимали вопрос касательно обязательности госэкспертизы при строительстве животноводческих ферм. Ведь госэкспертиза при строительстве ферм достаточно накладная для фермера. Кроме того, это отрицательно влияет на сроки реализации проекта. В среднем на экспертизу уходят от 2 до 6 месяцев, а это целый строительный сезон. Насколько это необходимо и какие решения министерство будет принимать? Да, данный вопрос на самом деле был свыше 200 голов. Требовалась государственная экспертиза. На сегодняшний день министерством был включен данный вопрос с проблемой в комплексный план по восстановлению экономического роста до конца 2020 года. Уже на сегодняшний день отработан приказ Министерства индустрии и инфраструктурного развития. Они внесли изменения. Вместо 200 голов будет 1500 голов. Можно будет уже пользоваться частной экспертизой, свыше 1500 голов уже государственная экспертиза. На вчерашний день был уже этот приказ зарегистрирован в юстиции. В течение 10 дней, думаю, вступит в силу и эта проблема уже снимется. Все. Спасибо за ответ. Информпортал Казновости КИЗ. В Туркестанской области фермеры снова столкнулись с проблемой экспорта сельхозпродукции. На этот раз арбузы и дыни. Как решился вопрос выдачи фитосертификатов? В будущем какие меры будут предприниматься, чтобы не допустить подобное? Данный вопрос, в принципе, положительно решился. Но подробно, я думаю, расскажет представитель комитета АПК Амазбек Марсович. Пожалуйста, Амазбек Марсович. Что касается выдачи фитосертификатов Туркестанской области в городе Чемкенте. В связи с массовой подачей заявок на получение сертификатов только за второй квартал 2020 года одной Туркестанской областной инспекции города Чемкент инспекции было оформлено порядка 30 тысяч фитосанитарных сертификатов. На сегодняшний день для своевременного и качественного оформления фитосанитарных сертификатов министерством принято ряд концептуальных и системных мер. Первое. Внесено изменение в нормативно-правовые акты в сфере оказания государственных услуг по выдаче сертификата. Мы сократили сроки выдачи фитосанитарных сертификатов с пяти дней до трех, карантинных сертификатов с трех дней до одного. Оформление фитосанитарных сертификатов на скоропортящую продукцию в нормативно-правовых актах у нас предусмотрено в течение трех часов с момента подачи заявки. Более того, учитывая сезонность, на сегодняшний день в городе Чемкенте на стоянке грузовых автомашин с продукцией растительного происхождения установлен дополнительный пост по оформлению фитосанитарных сертификатов. Увеличен штат инспекторского состава инспекции города Чемкента и туркестанской областной инспекции. Дополнительно на сегодняшний день прикомандированы инспектора с Жамбульской, с Казалардинской областей для оказания помощи и содействия при выдаче фитосанитарных сертификатов. В целом на сегодняшний день комитет предпринимает и будет предпринимать все необходимые меры для того, чтобы своевременно и качественно оформлять фитосанитарные сертификаты. В праздничные дни инспекторский состав полностью работал и процедура оформления фитосанитарных сертификатов не останавливалась. Несмотря на пандемию и сложности, и определенные сложности, инспекция оформляла и будет оформлять сертификаты, установленные строго в соответствии с требованиями закона времени. Спасибо. Спасибо. Масанов Юрий задает вопрос. Казахстан является природной зоной чумы. В предыдущие годы было несколько вспышек в регионах. Какая сейчас ситуация с контролем в этой части? Решился ли вопрос с потерянными скотомогильниками? Если еще нет, то по каким причинам? Данный вопрос, я думаю, прокомментирует исполняющая обязанность представителя комитета Аблакасымова Сантауна Тахатовна. Пожалуйста. Спасибо за вопрос. В принципе, территория Республики Казахстан исторически благополучна по чуме животных. Более того, в Семьерной Организации Здоровья Животных чума по всему миру признана благополучной. То есть у всех стран имеется такой статус. Кроме того, Республика Казахстан получила данный шаг, позволила Казахстану получить статус по чуме, классическими свиней, по африканскими свиней, статусу благополучной страны по данному заболеванию. Более того, государственная инспекция проводит ряд контрольных зону функций, проводит все мероприятия, вплоть до профилактических мероприятий, это диагностические исследования. То есть изначально данное заболевание находится на контроле. Спасибо за ответ. Оксана Даирова, Комсомольская правда в Казахстане. Почему при сибирской язве скот не сжигают, тем самым минимизировав риск вспышки опасного заболевания в случае размыва и запаводков скотомогильников? Сколько у нас по стране таких захоронений? Все ли они обозначены специальными знаками? В каких областях таких скотомогильников больше всего и каково их состояние? Наверное, на данный вопрос я коротко отвечу. На сегодняшний день имеется 2180 сибирских захоронений, сибирской язвы. На сегодняшний день все они указаны, где находятся, огорожены, забетонированы. Поэтому здесь проблем нет. На самом деле по сжиганию, у нас имеется, в 2012 году приобрели инсиграторы, это трупосжигательные печи. Они у нас работают. С 2012 года мы сжигаем, если данные вспышки присутствуют. Туржан Капезово, информационное агентство «Информ Медиа». Всемирный банк рекомендует Казахстану развивать животноводство для более эффективного выхода из пандемийного кризиса. Какие меры предусмотрены для этого? Всемирный банк рекомендует Казахстану развивать животноводство для более эффективного выхода из кризиса. В течение текущего года Советом директоров Всемирного банка одобрено проект программы развития устойчивого животноводства. Данная программа предусматривает выделение займа со стороны Всемирного банка именно для развития фермерства в Казахстане. Основные средства будут направляться на кредитование семейных фермерских хозяйств в целях обеспечения занятости населия, а также увеличение объема производства животноводства продукции и с последующим ее реализацией на внутренние рынки, а также на экспорт. В настоящее время прорабатываются индикативы. В данной программе впервые используется механизм программы, ориентированных на результат. То есть каждые средства будут выделяться только по достижению определенных индикативов. То есть за каждую этапность результата будет выделяться финансирование. В целом в рамках этой программы планируем охватить также обучение фермерских хозяйств, а также создание системы прослеживости для обеспечения экспорта животноводства продукции. Спасибо за ответ. Информационный портал Жанакезин Кейзет. С 2020 года кардинально поменялась система агрострахования. Сколько и на сегодня решили застраховать свои посевы? Сколько крестьянских хозяйств решили застраховать свои посевы? Как вы знаете, до конца 2019 года у нас было обязательное страхование. Если не страховали сельхозтоваропроизводители, их обязательно штрафовали. Теперь по их просьбе введено изменение в данный закон. И сейчас с 1 января 2020 года вступило в действие новая система страхования АПК, предусматривающая совершенно новые подходы. Это добровольный характер. При этом сельхозтоваропроизводители, если желают, страховой взнос 50% государства оплачивает. На сегодняшний день 57 сельхозтоваропроизводителей застраховали на общую сумму 167 миллионов тенге. То есть в данном направлении работа продолжается. И такие же страховые продукты на сегодняшний день разрабатываются и по животноводству. Но мы дальше потом доведем этот вопрос. Спасибо за информацию. Продолжение следует...